Привет, меня зовут Денис Райков, это Рамиль, наша сегодняшняя модель, и сегодня мы научимся вклеивать силиконовые шрамы с растворимым краем. Это профессиональные детали, которые позволяют работать очень быстро и при этом получать максимально эффектный результат. Для работы нам понадобятся некоторые специальные материалы. Во-первых, клей для наклеивания деталей. Либо на водно-акриловой основе гримерный клей, либо силиконовый гримерный клей. Во-вторых, нам понадобится спирт, я рекомендую изопропиловый, химически чистый. В-третьих, нам понадобится ацетон для растворения краев. И потом для отмывания актера нам понадобится очиститель для клея. А также либо кровь, либо кровавые сгустки на ваше усмотрение. Можно и то, и другое. Кроме этого, нам понадобятся кисти, нам понадобятся гримерные краски, ватные палочки, ватные диски. Можно приступать к работе. Сейчас я покажу вам, как быстро и очень легко вклеить и загримировать вот такую вот готовую деталь с тонким размываемым краем. Это у нас перерезанное горло. Это маленькое тонкое перерезанное горло. Есть более брутальный вариант с люсящими лоскутами. Это скорее такой более камерный. Аккуратно, чтобы не порвать очень тонкие края, снимаем деталь с подложки. Вот она. Прикладываем. Смотрим. Отлично. Самый главный момент, который надо упомянуть сейчас, когда вы приклеиваете деталь на подвижные места, особенно на шею, вклеиваете деталь в удобном для актера положении. Не позволяйте актеру поднимать голову, опускать голову, потому что если актер поднимет голову, вы наклеите на растянутую кожу, потом подбородок опустится, у вас вся деталь соберется в морщинку. Поэтому очень важно, лучше сами присядьте, подвесьте как-то. Не позволяйте актеру находиться в неудобном, в некомфортом для себя положении. Никаких задранных голов, никаких поворотов, ничего. Клейте так, как человек сидит обычно. И, как всегда, водно-акриловый клей, тонкий слой клея на деталь, тонкий слой клея на кожу, клей высушиваем, прижимаем деталь, потом подклеиваем края. Для растворения краев, еще раз напомню, нам понадобится ацетон химически чистый, желательно в химических магазинах покупать, и ватная палочка. Самое главное правило, помним, не надо тереть кожу. Мы растворяем именно край самой детальки, поэтому проведите ватной палочкой по краю детали в самом тонком месте, вот возле вот этого толстого внешнего края. Подождите, пока наша пленка чуть-чуть растворится, и аккуратно этой же ватной палочкой ее снимите. Не надо тереть долго по коже, ничего хорошего от этого не получится. Работаем по детали, работаем по краю пленки. Работаем по краю пленки. После вклеивания детали мы можем дополнительно усилить края, протамповав их клеем и запудрив сверху. Это позволит детали находиться на коже дольше, то есть она будет лучше держаться, она дольше продержится, но гораздо сложнее актеру потом будет отмываться. Если вы планируете долгий съемочный день, то лучше потом еще взять спонжик, кусочек поролона, губку, что угодно и просто сверху по шву, который вы наклеили и размыли, протамповать еще одним-двумя слоями клея. Высушить его хорошо и намертво запудрить. Тогда деталь будет держаться очень долго. Нам сейчас это не нужно, нам скорее важно просто быстро отмыть актера, поэтому я сразу перехожу к запудриванию и покраске детали. Я работаю обычной бесцветной пудрой. Вы можете использовать что угодно, начиная от детской присыпки, заканчивая сразу телесными оттенками, чтобы меньше потом красить. Спонжик, факторный спонж. Можете использовать просто рваный кусок поролона. Он тоже даст неплохую текстуру. Особенно с учетом того, что спиртовые краски очень быстро разъедают любой спонж и любой спонж очень быстро приходит в негодность. Коротко обрезанная жесткая кисточка или зубная щетка. Красный оттенок, покраснение вокруг нашей детали. И вы можете комбинировать краски, нанести базу покраснения, допустим, спиртовыми красками, поверх начинать работать вашей любимой косметикой, взять вашу любимую силиконовую базу тональную, работать ей. То есть ничего страшного, в этом нет. Работайте так, как вам удобно, так как вам удобно получить нужный результат. Дальше. Тонкая кисточка. Тонкая кисточка и оттенки красного. Более темный, красный туда, где у нас глубокий разрез. Светлый по мышцам и легкий оранжево-желтый оттенок немножечко по краю, чтобы создать впечатление свежести. Тоже ничего сложного нет. Очень быстрая и очень простая работа. И кровь. Я использую чуть-чуть темных сгустков, чтобы подчеркнуть самые глубокие места. И потом более светлый артериальный оттонирую все вокруг. Слишком много крови добавлять не надо, иначе вы перекроете всю вашу работу, будет абсолютно непонятно, что вы там делали целых 15 минут. Но в любом случае уровень кровавости полностью на ваше усмотрение. Если хотите, можно залить все вместе с одеждой. Если хотите, можно работать достаточно экономно, чтобы была видна ваша работа, и чтобы создавалось впечатление такого свежего пореза, только что сделанного. Можно размазать это все руками. Оформление, дизайн — это уже ваше дело. Вот примерно вот так это все выглядит. Продолжение следует...